Россияне кричат о создании инновационных технологий, которые в этот раз точно все изменят. Появились уже не просто экспериментальные образцы, это началось середине производство боевых роботов. Роботы, которые можно показывать в фантастических фильмах. Боевые роботы россиян, прорыв Путина и лично Шойгу. Оказался таким же прорывом, как и Киев за три дня. Здравствуйте, товарищ министр обороны Российской Федерации. Я робот Алеша. И пока роботы россиян умеют только говорить. Украинские научились выискивать, идентифицировать и даже взрывать оккупантов. Этот взрыв устроил первый украинский наземный беспилотник Рейтел-С. Этот робот Камикадзе был создан для уничтожения в первую очередь вражеской бронетехники. И он уже прошел успешные полевые испытания и запущен в серийное производство. Разработчики не многословны в характеристиках дрона. Та и не так они важны. Главное – результат. Но все же некоторыми данными роботизированной платформы украинские разработчики поделились. Дальность наземного дрона – 6 километров. Максимальная скорость – 24 километра в час. Работать без подзарядки роботизированная программа может до двух часов. По фото этого инновационного вооружения можно увидеть, что у робота есть специальная ниша, где можно разместить противотанковую мину. Так же, как вариант, наземный дрон может нести минометные мины, которые просто привязывают к платформе. Еще одним прорывом украинских инженеров стал робот-эвакуатор МедЭВАК. Он предназначен для эвакуации раненых бойцов с поля боя. И именно такой дрон может спасти бесчисленное количество жизней. Дело в том, что крайне важно минимизировать время между получением ранения и оказанием медицинской помощи. Ведь раненого банально могут не успеть вытащить с поля боя. Что же из себя представляет МедЭВАК? По словам одного из разработчиков робота Владимира Яценко, он способен перевозить человека весом до 100 килограмм. Дальность действия МедЭВАКа до 10 километров. При этом он имеет защищенный радиоканал с потоковым видео высокой четкости и оснащен системой ретрансляции «Долбуш». Также на каждое колесо дрона установлен отдельный электродвигатель. Таким образом, робот маневренный и имеет хорошую проходимость. А вот прикрыть в бою раненого солдата МедЭВАКу поможет еще одна украинская разработка. Речь идет о боевом модуле ТГП. Его особенность – дистанционная турель с искусственным интеллектом. Согласитесь, звучит уже крайне технологично. Это оружие нового поколения. А предназначено оно для распознания и ликвидации живой силы противника. Здесь за большинство действий отвечает искусственный интеллект. Он автоматически распознает живую силу, определяет расстояние до цели, сопровождает ее при перемещении, рассчитывает баллистику и даже самостоятельно поражает цель. Оператору же нужно только дать команду, когда этот огонь можно открывать. И все это не просто слова. Военные национальной гвардии вместе с представителями компании-изготовителя турели провели ее испытания. И они оказались крайне успешными. Турель смогла поразить цель на расстоянии аж в 500 метров. Впрочем, и это не предел. Согласно характеристик, ТГП может обнаружить, захватить и сопровождать цель, а после и ликвидировать мишень на расстоянии до 1 километра. Управлять же боевым модулем можно на расстоянии до 100 метров через провод или старлинк. То есть, во время работы ТГП оператор находится в условно безопасном месте, что крайне важно. Также вооружение можно дополнительно оборудовать тепловизором для выявления противника ночью. Боевой модуль способен работать без подзарядки целую неделю. Что же касается его массы, то легкая стационарная турель весит до 35 килограмм. Если же мы говорим про модуль для размещения на боевой бронированной машине, то вес увеличивается до 110 килограмм. Ну и одно из самых важных критериев – цена. ТГП стоит 300 тысяч гривен или около 8 тысяч долларов. Все эти три инновационных вооружения направлены на уничтожение противника. Сейчас это действительно приоритет. Но есть еще одно важное направление – разминирование. Украина усеяна минами. Для того, чтобы полностью избавить государство от взрывоопасных предметов, по подсчетам разных экспертов понадобится по меньшей мере 757 лет. При условии, что этим будут заниматься 500 команд саперов. Ужасающие прогнозы. Такое положение дел явно никого не устраивает. Поэтому украинские разработчики взялись придумывать, как избавиться от мин на полях гораздо быстрее. И первое инновационное решение уже есть. Знакомьтесь, это дрон ST-1. Он предназначен для поиска и ликвидации мин. И работает он, по заявлениям разработчиков, в несколько раз быстрее любого человека. В среднем ST-1 работает в 4 раза быстрее человека. Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, вооруженных сил Украины, нацполиции смогут с безопасного места управлять дроном и искать мины. На фото готовый экспериментальный образец, который разработчики активно тестируют в полевых условиях. Технологии и инновации – ключ к нашей победе и послевоенному восстановлению. ST-1 представляет из себя беспилотник со специальным оборудованием, которое необходимо для поиска взрывоопасных предметов. У него есть катушка индуктивности и сенсоры. Это нужно для того, чтобы дрон облетал препятствия на низкой высоте. Также он оборудован мощным микрокомпьютером, который способен обрабатывать данные и передавать их саперам в режиме реального времени. Управляет же дроном оператор, который находится на безопасном расстоянии. Сейчас экспериментальный образец тестируется в полевых условиях. А производители ST-1 со своей стороны собирают фидбэк и работают над его усовершенствованием, чтобы совсем скоро пустить дрон в массовое производство. В этих боевых модулях, дронах и роботизированных платформах, о которых мы рассказали выше, есть одно важное общее сходство. Это самые свежие разработки, которые были обнародованы. Чуть ли не каждый месяц украинские инженеры и конструкторы удивляют технологиями и смекалкой весь мир. И останавливаться на этом они точно не собираются. Ну а мы обещаем следить за их работой и регулярно рассказывать о всех новинках. Поэтому ставьте лайки, пишите в комментариях, о каком оружии вы бы хотели узнать от нас в следующий раз. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски Арсенала. Субтитры создавал DimaTorzok